Если вам было интересно, какой же герой самый популярный у проигроков? Сегодня мы будем за ним наблюдать, это Эмбер Спирит. Почему он сейчас самый популярный? На самом деле ответ достаточно простой. Он был имбой и в новом патче 7.37, который вышел пару дней назад, его бафнули еще достаточно сильно. И теперь он имеет винрейт 53%, это очень много для мидера. И герой, можно сказать, является самый настоящий имбой. Его довольно неслабо переработали. Пробежимся сначала по изменениям. Изменили аспект, дабл импакт, снижение урона второй атаки усиленно с 40% до 50%. Дальше идет очень хороший буст, а именно это новая врожденная способность. Теперь герой работает как радианс. То есть он наносит в секунду 10, 20, 30, 40 урона в радиусе 175. Ну а именно эффект такой горения. С аганим шардом это улучшается и урон увеличивается на 10, а радиус еще на 175. И также копии от способности фаер ремнант также получают такой же эффект с аганим шардом. Потом чейны. Рассотманы увеличили. Теперь 95, 100, 105, 110. Не сильно, но неприятно. И флейм гуард больше не является врожденной способностью и не имеет пассивного компонента. Также длительность изменили. В общем, теперь это работает то, что в начале характеристики чуть побольше, именно на первом, втором, третьем уровне. А под конец они стали поменьше, либо остались прежними. В общем, все это изменения положительно сказались на Эмбера. Плюс 3% к винрейту. И примерно столько же к пикрейту. Герой стал самым популярным у проигроков. И в целом в пабликах тоже пользуется большим спросом. Один из лучших мидеров сейчас в доте. Поэтому берите его на заметку обязательно. И я думаю, что вы сможете на нем апнуть ММР, пока его не понерфит. А понерфит его достаточно скоро. В течение недели, полторы, выйдет 7.37, скорее всего, либо A, либо B. И на нем, в нем будет занершлен Эмбер и остальные имбы. Поэтому есть какое-то время попользоваться. Ну и также, в целом, как бы вопрос, насколько он сильно будет занершлен. Вполне возможно, что он потеряет, ну например, 1% винрейта. И все равно останется той же имбой. В общем, ролик, скорее всего, будет актуален долгое время. Мы будем смотреть за проигроком Нику. Он имеет 4-й ранг. Средний рейтинг здесь очень высокий. И стоит против Праймал Биста. Ну и сам Нику, он часто пикает Эмбера. Это его сигнатурный герой. Умеет на нем играть определенно. Также по позиционке Эмбер берется, ну исключительно в мид. Как бы как оффлейнер или саппорт. Его давным-давно уже не рассматривают. Ну и как керри, тоже он не подойдет. Так, здесь Эмка у нас подходит в мид. И может быть будет удачный ганг. Потому что шанс забить, забрать Праймала довольно немаленький. А вот Эмка дает палку. Но у Эмбера тоже очень мало хп. Дает гранату Макака. И добивает с фиста Эмбер. Хорошо. Делают первый килл. Никогда не понимал, зачем покупать Аркану Новый Райс Кинга за кучу денег, если ее выдают эпики в боевом пропуске. Просто напоминаю, что сам боевой пропуск стоит 300 рублей. Но по моей ссылке в закрепленном комментарии, ты получаешь его вообще абсолютно бесплатно. Точно так же, как и Арканы, которые ты получаешь за каждый пятнадцатый пройденный квест. Обязательно зайди в бесплатный пвп режим Хук Рейс. Ты можешь играть либо за Пуджа, либо за ЦМку. Выбрал Пуджа? Попади Хуком в ЦМку. Выбрал ЦМку? Уколоняйся от Хука. Победил? Забирай приз. Раз в час. Бесплатно. В общем, все ссылочки будут в закрепленном комментарии, как и мой промокод на плюс к балансу. Но, правда, он засчитывается как ассист. Как бы фраг получил себе Манки Кинг. Четвертая минута. Бежит. А, здесь он отдал боттл Макаки, чтобы она забрала руну богатства. Плюс он забирает еще руну воды. В общем, по расходникам у него здесь явно никаких проблем нет. Так, я вижу, что нейтральный крип убивает Бэтрайдера. Интересно, это был Дэнай или же Бэтрайдер случайно от крипов умер. Но за этим моментом мы не уследили, потому что мы сконцентрированы в миду. Давайте вообще заглянем, кто на других линиях. Хаул вместе с Джакира стоят снизу против Белки. Сверху у нас МК, который приходит в мид вместе с ВРК, против Кэрри Тролля. И на пятерке у него получается Вивер. А снизу Бэтрайдер. По крипам 24 на 6. Праймал 15 на 3. Ну, здесь, конечно, явно не дофармливает. Видим, как с новой врожденкой довольно приятно стоять. И от этого не слабо пушится линия. Но как будто бы по ощущениям фармить стало проще. Потому что есть эффект горения. И ты как бы идеально можешь рассчитать нужный тайминг на тычку. Такого не хватает. Особенно, когда бьешь крипов под тавором. Вот это горение будет прям очень в тему. Практически фейзы готовы. Нужно еще докупить чейнмейл. И уже скоро будет 6 уровень. И появятся у него ремнанты. Если он, конечно, их качает. Ну, Праймал, несмотря на смерть, по опыту не отстает. У него также 5 уровень. Но сейчас его заберут второй раз. Так, здесь Белка. Может быть, она и помешает? Нет, с фиста добивает. Было бы неплохо еще и Белку оформить. Но не хватит на нее АХП. Да и маны. Эмбер делает тэп-аут. Как только получил ультимейт, поставил ремнант, улетел на базу. Быстренько с ботла отхиливается. И фуловый возвращается. Максимальный импакт. Состояние в миду. Он вносит. МК сверху. Окей, подбирают еще и ДДшку. Так. Неужели они Праймала хотят третий раз забрать? Это уже будет совсем больно для Праймала. Здесь Вивер. Смотрите, сколько урона он ощутил. Это всего лишь чейны. Плюс удар с фиста. Половины хп нет. Но, конечно же, он под ДД. Ну и Вивер за свою наглость был наказан. Зря прибежал. Дополнительный фит Эмбер получил. Возвращается в центр. Я думаю, ему скоро уже можно будет прибегать на другие линии и помогать. Что он и сделает. Так. Что он хотел найти снизу. Но он там ничего не находит. И бежит. На нижней руне ничего не находится. Седьмая минута. Идет вниз. Здесь бегает белка. Ее, скорее всего... А нет, он нашел. Связал. Прожимает флеймгуард. Начинает сжигать. И через 2 секунды как раз таки будет фист. Его должно было хватить. Но там один удар МК. Как раз он нанес. Не хватило миллиметра, но добили. Сразу же прилетают наверх здесь тролль с праймалом. Потенциальный. А, здесь еще и вивер. Но нету маны, чтобы нормально драться. Дает стан хаос. Тролль. У него не хватает маны на ультимейт. Все, теперь у него есть льта. Тоже нужно недооценивать. Не, не нужно недооценивать. Наоборот. Так, он делает и паут. И это его была ошибка. Потому что он просто не словил тот момент, когда можно было активировать ультимейт. Решил скрыться с места файта. Ну и за что был наказан. Логично, что его было видно. И Эмбер просто догадался, что он уходит. Не отпустил. Тут глянем на ценность. 3 700 битрайдер. Тролль 3 700 тоже на второе место. Удивительно, что первые два места имеют игроки драйер. А по золоту радиант лидирует. Ну, тысячу голды. А Эмбер у нас на третьем месте. Тоже 3 700, кстати. В общем, здесь у всех одинаковые нетворс. Прямо голда в голду идут. По-быстрому пушит мид. Вот подошел Праймал. Там еще и Белка. Белке нужно срочно помогать. Смотрите, как же много урона. Но Эмбер понял, что оставаться опасно. И улетает уже к своей вышке. На ревнант. Выбирает баунти. Очень она ему нужна, чтобы пополнить свой боттл. Райдер улетает. Ну, был бы чуть помедленнее. Его бы догнали и убили. Скорее всего, прилетает наверх. Снова дает отличные чайны. И под эти чайны отличный пауэршот от ВР-ки по двоим героям. Я думаю, тут тоже добьет. Увидел. Хорошо, урона хватило. Еще и Курьера можно забрать. Но этим займется Манки Кинг. Да, он его догоняет, забирает. Собрались все в центре. Ну, я думаю, что можно сломать мид. Десятая минута. Регионка появляется сверху. И все руны как будто бы достались Эмбер Спириту. Ну, Праймал впитал все, что можно. Конец впитывает Фист. И от него же и отъезжает. Десятая минута. А у нас целая куча фрагов. По два кила в минуту ровно происходит. Забрали белку. И остается здесь Вивер. Он под центрем. Но своим. Но мы это в центре видим. Из-за бага. Реплеев. Еще один удар. Летит с Ремнанта. И просто его горелкой дожигает. Встроенный. Плюс самого Флэйм Гварда. Драка не останавливается. Убивают у Рэйдиан Джакира. Но разменялись на белку сразу. В общей сложности Рэйдиан, конечно, в плюсе остались. Тысяча золота. Тысяча триста опыта. Эймир бежит обратно. В мид. Но ему уже по-хорошему. Было бы оказаться сверху. Но нет у него просто телепорта. И Ремнанта там тоже не стоит. Чтобы туда успеть. Десятый уровень получает. Талант он не прокачивает. Вместо этого максит активные способности. Но у нас чайны замакшены. Фист замакшен. А Флэйм Гвард просто один раз вначале вкачал. Больше пока что его не трогал. Руна волшебства. Что нужно под драку. Которая сейчас начинается. Кажется. Да. Все разбежались. Но у белки все равно не получилось далеко убежать. Да и догонять особо не надо. Фист всегда. С фиста всегда добивает. Там кстати стаки. Притом не слабенькие. Тройной стак. Здесь еще и древние. Все это нужно конечно же сейчас будет украсть. И виверас палки добили. Теперь можно сосредоточиться и на пуше вышек. МК начинает подворовывать. А он еще один. Еще стак делает. Но не получилось. Эмбер помешал. Он на себя отвлек. Одного крипа. Он и заблочил. Моментально просто своровали всех крипов. Центральную башню силы. Меня атакуют. Забрали. Первую Т1. В центре прожимают смоук. Идут в верхний лес. Дайр. И если там кто-то будет. То его моментально примут. А вот я. Вот и жертвой. Это белка оказалась. Ну и видим. Скинули типа прокаст. И сразу забрали. Верхний башню силы. Центральную башню силы. Атакуют. Вернулся. Снова он в центр. У него уже есть. Мейдж слейер. Дальше. В планах купить шард. И потом аюл. Прилетает на помощь. Успеет ли засейвить в эрку. Связал. Шейклом. Но разгоняется Праймал. Под блэдмейлом. Троля. Не хочет отпускать. Он с ультой. Его не получится здесь убить. С Праймалом справились. Без помощи Эмбера. Но там все остальные тиммейты. Короче. Тролль его просто кинул. Получается так. Башню силы темные атакуют. Не отказывайся от золота. Отобрал еще богатство. Которое ему. Находит. Джекира. Купил шард. Бэтрайдер думал пофармить. Но. Здесь вместо крипов. Оказались враги. Которые за это его наказали. Но. Праймал бист. Зато. Наконец-то снес врку. Но сейчас за это тоже. Скорее всего будет наказан. Просто так не отпускают. Рейдент. За счет огромного количества контроля. Каждый герой. Его имеет. Потом очень хорошие. Не отпускает никого. Вивер. Идеально. Стоит под вардом. Но у него есть ультимейт. Вивер поражал. Невидимость. Активировал сразу. И. А его здесь видно. Потому что здесь стоит в центре. Короче он решил. Вместо того чтобы кого-то искать. Просто. Зафармит лучше пачку. Получит больше золота. По графикам. У нас пока ситуация. Выглядит следующим образом. Рейдент. 13. Процентов. Галды ведут. И 7. Процентов опыта. Эмбер на первом месте. Потом идет тролль. 8700. У него тоже. Все достаточно хорошо. 8900. Ну то есть 300 голды. Райдент. А если смотреть на кэри Рейдент. То и вовсе его опережает. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Ну здесь Праймал оказался один. В окружении врагов скинулись. Все способности его не отпустили. Ну и там без шансов было выживать. Ну и вивера тоже нашли. Эмбер выбивает себя. И тралка второго уровня. Видим. Какой новый. Старый новый предмет. Выбирает себя тролль. Это Аэрон Талон. Которые вернули в игру. Так. Зацепили. Бэтрайдера. Делали бык подобие. Он кстати ни разу не умер. Сейчас я на это обратил внимание. 9.09 счет. По изменениям Еула. Здесь собственно их нету. Так же Мейдж Слеер остался прежним. Ну основные изменения патча вообще-то были затронуты. Это врожденные способности и аспекты. А предметы плюс-минус не сильно трогали. Вернулся он на базу. Опять же засейвил свой стрик. Который было легко слить сейчас. Ходит копию белки. А вот и саму белку забирает. Хаос. Хаос разумеется занерфили. Был он слишком силен. Вивера нашли. Так как он под достами. Убежать не получится. Хотя. Много времени заняло его. Забрать. Рейдиан там сейчас по-хорошему. Надо попытаться убить Рошу. Потому что сейчас. Ну судя по звукам. Это я уже догадался. Его забирает. Пытаются забрать Дайр. Наступает день. А. Нет. Подождите. Это Рошан выбежал. И просто снес. Там. Белка наверное была. Либо кто-то еще. Я понял. Значит его не забирали. Но это может сделать довольно быстро тролль. С тиммейтами. Лейтен там по-хорошему этого не допустить. Связывает вивера. Он даже ДДшку не прожимает. Хочет оставить эту руну. На полноценную драку. Либо на того же Рошана. Все смещаются вниз. Но не для Рошана. А не для Праймала. Хотят его выцепить. Через всю карту Эймер летит на ремнантах. Потратил всю ману. Но. Праймала в итоге он догнал. И его забрали. 300 плюс 400. Голды зарабатывают. Усиливают свое преимущество. Взял наконец-то первый талант на 15 уровне. Плюс 1 секунда действия. Чейнов. Ну и Рошан. Теперь уже. Дайр даже наверное мешать не будут. Из-за того что Праймал в таверне. Они заходят всей командой. Круто что Радиан так слаженно играют вместе. Очень удачная катка. Нам сегодня попалась с вами. Выбирает. Забирает себе Айнгис Эмбер. Так. Бэтрайдер цепляет. МК. Но его быстро убили. Но тисмейт на подходе. Все решил впитать тролль. Прожимает БКБ. Идет кого-нибудь нарезать. Переключился. На Эмбера. Но не дает подойти. И Хаос убивает Эмбера. Ой. Не Эмбера. А тролля. Эмбер сейчас рискует потерять Айнгис. 100 хп остается. Выбивают Айнг. Но Хаос и здесь успел. Убивает Бэтрайдера. Убивает Белку. Эмбер возрождается. И уже даже драться не с кем. Идеальный размен. Всего лишь на Айнгис и Джокира. Они забирают четверых. Думали украсть. Терзателя. Но там его нету. Вместо этого они сейчас начинают ломать. Т2. Но Эмбер увидел Праймала в лесу. И понял, что лучше они сейчас его заберут. Нежели. Ломать вышку. Так что за пауза. Пауза это скорее больше потроллить. Праймал беста оформили. И идут теперь по центру. Пауза. Бэтрайдер. Спепеляет КВР. Сбил стрик из трех. Келлов. Сейчас его зацепили самого. Не получилось. Сделать келлу и идти. Все равно за него пришлось ответить. И ему самостоятельно. Вивер выходит. А Эмбер ищет кого-то. Он идет пачку скипнуть. Чтобы линии здесь пушились. Еще и сверху цепляет. Хорошо. Но сверху все равно слишком много крипов. Там 4 дальника. Но сюда уже летит МК. Отдефаться. У Эмбера появился Октаринкор. Тоже предмет без изменений. Как и все остальные. Именно в 7.37. Докачал 200 к здоровью барьера от Флейм Гуарда. Тролль. Но здесь быстро сработал. БКБ и тэп аут. Продает Тафорик. Продает стики. Покупает Пейнт Бустер. И совсем скоро будет у него Оганим Скипидер. Мы нашли здесь врагов. МК ставит арена. Трейдер пытается как-то помочь. Сейчас будет ультовать Тролль. Поднимает Эмбер его в Юл, чтобы потянуть время. Ультимейт заканчивается. И его аккуратненько добивают. Он не смог отхилиться за ульту. Идет пушить, но без крипов. Крипы далеко. Зато есть в миду. Вот мид можно сломать. Чем они сейчас и планируют заняться. ДР тратит глиф. Там снизу вивер тоже ломает. Я не думаю, что нужно к нему лететь. Лучше... Самим как бы... Просто спушить. Так, пошли. Сразу в трон. Убили Бэтрайдера. Нет, все-таки они уходят. Но зачем? Если никто не может дефать. Хаос это понимает. Он со своими... Со своей армией просто иллюзией остается. Бэтрайдер левает, но он в таверне. Эмбер. Отхилился. Ну, сейчас на... Ремнанте. Наверное, споймает этого вивера. Спалка. Хотел улететь. Спрятаться и улететь, но не вышло. Хаос не смог соло закончить и даже Т4 не доломал в итоге. Но если бы Эмбер остался, тогда бы... Возможно, бы уже закончили. Нашел тролля. Троллю ничего не остается, кроме как сжать БКБшку и уходить. Даже под базой его. Все равно... Зацепили. Ну и сейчас уже... Конец игры намечается. В 14.0.18 Он был практически во всех киллах. И также ни разу не умер. Ни одной ошибки критической не допустил. 19 тысяч общая ценность. 207 крипов. И трон падает. Конец. Был собран у него огоньем скипетра. Также по ГПМу у него 713 золота в минуту. Опыта 788 в минуту. Нанес 33 тысячи по героям. 2 тысячи по постройкам. И получил 22 тысячи. Его билд и график. Спасибо за просмотр. Всем пока.